SCP-1373.RU. SSD. Объект номер SCP-1373.RU. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. Объекты храняются днём с 6 до 22, согласно стандартному протоколу периметр 1, а вечером и ночью, согласно протоколу периметр 3. Все проникновения на территорию комплекса производятся исключительно по согласованию с куратором SCP-1373. При возникновении, в непосредственной близости от сотрудников звука музыкальной композиции любого вида, наиболее вероятно исполнимый на пианино, необходимо объявить тревогу и передислоцироваться в точке сбора. В случае смены тональности вышеуказанной композиции на низкую и грубую, следует немедленно пристегнуть себя к ближайшему дереву или иному крепкому предмету, активировать аварийную лампу, камеру и радиопередатчик. Принятие решения о спасении атакованного сотрудника возлагается на командира отряда. Группа сдерживания обязана вступить в бой с SCP-1373-1 при попытках объекта пересечь границу периметра. В случае неудачи охранным отрядам надлежит осуществить тактическое отступление с сохранением контроля за перемещением объекта. Описание. SCP-1373 представляет собой нефункционирующий с 1973 года пионерский лагерь. Объект расположен в Нижегородской области в смешанном лесу. На территории 1373 расположен комплекс строений. Трехэтажный жилой комплекс, жилые домики, хозяйственный блок, столовая, административное здание, спортивный игровой зал, игровые площадки, эстрада. В лагерь ведет одна единственная асфальтовая дорога. Ближайший населенный пункт находится на расстоянии около 6 километров. SCP-1373 привлек внимание фонда сообщениями о пропаже так называемых сталкеров в гиблом месте. На этапе сбора первичной информации агенты подтвердили данные о случаях исчезновения людей на территории объекта. Согласно местным слухам, в лагере в конце 70-х произошло массовое убийство. Несколько сотрудников лагеря были обнаружены задушенными, а остальные вместе с шестью воспитанниками пропали без вести. Агенты фонда не смогли найти ни одной стенограммы опросов уцелевших участников события. По всей вероятности, правительство СССР осуществило масштабное мероприятие по скрытию трагедии. Аномальное свойство SCP-1373 проявляется в наличии на его территории сущности SCP-1373-1, предположительно находящиеся в активном состоянии только в темное время суток. На сегодняшний день фонд не располагает достаточным объемом информации для обобщающего описания объекта. Исследования продолжаются. Для ознакомления с имеющимися данными откройте приложение. Стенограмма видеозаписи проникновения на объект МОК и Псилон-1 Светлячки. 2 часа 15 минут. Справка. МОК и Псилон-1 Светлячки состоят из пяти человек и созданы для борьбы с телесными, переменно-телесными и безтелесными сущностями, связанными с оккультными тауматургическими практиками. Отряд вооружен различными техническими и оккультными приспособлениями, необходимыми для противодействия и поимки вышеуказанных объектов. Частая работа в условиях темноты и специфика объектов вынуждает группу пользоваться налобными фонариками даже при угрозе демаскировки. Целевые сущности, как правило, плохо наблюдаются через приборы ночного видения. В ходе боевых выходов прибор ночного видения и тепловизор используются только двумя бойцами – ведущим и замыкающим, контролирующим обстановку на дальних дистанциях, в то время как остальные сотрудники ведут непосредственное наблюдение на коротких дистанциях в зоне действия фонарей. За сутки до операции, в дневное время на объекте присутствовал сотрудник класса D, поверхностно изучивший территорию лагеря и не обнаруживший ничего подозрительного. Программа исследований предполагала ряд дополнительных проникновений, в том числе и в ночное время. Однако около 23.40 произошел инцидент 1373-1, в результате которого пропал наблюдатель, дежуривший возле ворот объекта. Изучив обрывочные сообщения по рации, ответственный сотрудник принял решение вызвать МОК и Псилон-1 светлячки для поиска пропавшего агента и похитившей его сущности. Начало видеозаписи. Безлонная ночь, видимость крайне низкая. В кадре видно четырех бойцов со включенными наломными фонариками, стоящих шеренгой. Оператор проводит краткий инструктаж и группа начинает движение ромбом с замыкающим пятым бойцом по разбитой асфальтовой дороге. Из темноты появляются очертания ржавых металлических ворот лагеря с надписью «Добро пожаловать». Командир Y-1. Первый, четвертый, гаситесь. Ведущий и замыкающий выключают налобные фонари и переходят на ночное видение. Группа продвигается по асфальтовой дорожке вглубь территории лагеря. Первый Y-1. Шепотом. Цель на 11 часов, 200 метров, возле пары елей. Неподвижно. Командир Y-1. Шепотом. Принял, наблюдаю. Группа замедляется и движется, пригнувшись. Первый Y-1. Отбой. Это статуя гарниста. Командир. Отставить. Первый. Огонь в голову. Обычными. Ведущий боец делает выстрел из бесшумной снайперской винтовки. Голова статуи взрывается с небольшим хлопком. Ничего необычного не происходит. Командир. Продолжаем. И так пошумели. К зданию столовой. Вперед. Группа занимает позиции возле стены, заглядывает в окна. Второй боец забрасывает в окно шашку с особым газом. И отряд тут же заходит внутрь. Камера фиксирует заброшенное, покрытое слоями пыли помещение кухни. Повсюду лежат металлические приборы, тарелки, большие кастрюли и прочая утварь. Внезапно в соседней комнате отчетливо слышен слабый грохот. Командир. Третья позиция. Боец аккуратно заглядывает в дверной проем камеры на штативе и изучает картинку по разным типам записи. Третья. Никого. Маленькое помещение с газовыми плитами. Командир. Черная граната. Третья забрасывает в помещение гранату. После хлопка группа проникает в помещение, практически полностью покрытая черной копотью. Боец номер два обследует помещение счетчиком Колля. Второй. Чисто. 11 Коль. Без возмущений. Наверное крысы. Отряд заходит в помещение столовой, освещаемой через окна, вышедшей из-за облаков луной. Задержавшись у входа и проверив визуально зал, группа начинает движение вдоль рядов столов. Осмотрев здание, Мок быстро движется к соседнему административному блоку. После беглого осмотра первого этажа, группа поднимается наверх и проникает в кабинет со стеклянной табличкой директора. Внимание бойцов привлекает большое количество разбросанных на полу документов, вырванных из книг и тетради листов, пустых картонных папок дела, с надписями «ССД» и различными датами. Присутствуют следы опаления. Вероятно, бумаги пытались сжечь. Командир Мок приказывает бойцам забрать некоторые документы по своему усмотрению. Третий. Командир сюда. Боец номер три показывает в камеру открытый электрический щиток в стене. В кадре видно тумблер включения выключений и круглый регулятор со шкалой. Ноль, четверть, одна вторая, три четверти и один. Командир. Сомневаюсь, что здесь дело по нашей части. Ладно, не расслабляемся, двигаемся в жилой блок. Отряд переходит в жилое трехэтажное здание. Бойцы осматривают первый этаж и находят на деревянном полу пыльные следы от волочения. Следов шагов нет. Командир. По порядку. Сначала подвал. Группа движется максимально тихо и спускается вниз. Командир шепотом напоминает, что сотрудник класса D не стал обследовать это помещение. Внизу обнаруживается слегка подтопленное технологическое помещение с гнилыми трубами и электрическим щитком. В конце подвального коридора виднеется приоткрытая дверь. Первый боец бросает внутрь сразу две гранаты, маркерную черную и газовую. Войдя, группа обнаруживает странную проржавевшую конструкцию круглой формы, содержащую в себе несколько антенн и разбитый, грушообразный стеклянный объект в центре. Стены помещения покрыты проводами и шумоизоляцией. Командир. Какого хрена тут вообще происходило? Нужны ли мы здесь? Группа возвращается на первый этаж и движется к лестнице. Второй. Впереди. Это же ноги. Группа наблюдает свисшие со второго этажа человеческие ноги, видимые примерно до колен. Ведущий боец быстро вбегает на лестничную площадку и занимает боевую позицию. После подъема командира камера выхватывает висящее на перилах площадки второго этажа тело. Лицо субъекта полностью скрыто неопределенной белой субстанцией. Группа поднимается наверх. Четвертый. Это наш агент. Что у него на лице? Третий боец снимает часть субстанции, поднятым с пола камнем и изучает. Рот трупа приоткрывается, исторгая из себя большую струю вязкого белого вещества. Третий. Командир думает дело по нашей части. Это зубная паста. Четвертый. Ни хрена себе тихий час. Командир. Собрались, идем дальше. Отряд осматривает спальни второго этажа. Все необычные или интересные находки бойцы отмечают невербально. Луч света выхватывает металлические кровати, брошенные детские вещи, игрушки и тетради. Одну из них с надписью ручкой «Дневник». Командир жестом приказывает взять с собой. Бойцы осматривают комнату отдыха второго этажа. Возле пыльного старого пианино на стене висит крупное зеркало. Второй. Шепотом крайне тихо. Зеркало. Командир. Принял. Доставай счетчик. Второй. Командир. Ты не понял. Его же не было в том видео, что снимала Дэшка. Оно ж там разбитое висело. Командир. Твою мать к бою. Группа занимает позиции. Командир стреляет из пистолета по зеркалу. Зеркало разбивается. За ним обнаруживается коридор, уходящий в черноту. Второй. Экстромерный. За этой стеной улица должна быть. Третий боец разламывает и силой забрасывает в тоннель усиленные хисы. Светящиеся палочки пролетают около полутора метров и отскакивают от невидимого препятствия. Коридор оказывается небольшой комнатой. Второй. Показуха. Тьма не настоящая. Командир. Это не отменяет экстромерности. Делаем замеры и уходим. Замер при помощи счетчика Коли вновь не дает никаких результатов. Группа выходит в соседнюю комнату и вдруг на записи появляется слабый звук игры на пианино. Воспроизводимая мелодия проста и не содержит неприятных по содержанию фрагментов, но при этом вызывает у слушателей не связанная с информационной опасностью отторжения. Отряд срочно возвращается к комнате зеркалом. Пианино стоит закрытым. Восстановленная по фрагментам записи мелодия. Прослушивание безопасно. Командир. Это не отсюда. Назад к лестнице. Группа возвращается и обнаруживает, что звук идет с третьего этажа. Поднявшись, бойцы занимают позиции на лестничной площадке. В конце длинного коридора из угла появляется слегка парящая над полом темная фигура в просторных одеждах. Командир. Крича. Враг иглы к бою. Второй и третий боец стреляют из иглометов по цели. Специальные электромагнитные иглы и иглы покрытые. Удалено. Не приносит ей никакого вреда. Фигура неотрывно смотря вперед начинает плавно парить по коридору. Монотонно приближаясь к отряду. Фиксируемая мелодия внезапно переходит на низкие ноты, сменив звучание на грубое. Командир. Сети готовь, бросай давай. Второй ставь блоки. Боец номер два бежит навстречу фигуре и бросает в паре метров. От нее на полу два устройства, соединенных проволокой, и возвращается. Сущность без препятствий проходит через нить. Боец рассыпает соли булавки, но фигура проходит и через них. В цель летит несколько магнитных сетей из подствольных гранатометов и пары газовых гранат. Безрезультатно. Отчаявшись, командир использует подствольную фугасную гранату и подрывает коридор. Обваливается фрагмент потолка. Перед сущностью образуется завал, не являющийся серьезным препятствием для обычного человека. Фигура останавливается и молча смотрит перед собой. Становится возможным разглядеть пепельное серое лицо пожилой женщины, с полным отсутствием проявлений эмоций и мимики лица. Фигура некоторое время стоит без движения, затем бесшумно поворачивается в воздухе и следует в обходной путь через соседнюю спальню. Командир. Быстро, пока она не вернулась. Ставь стол поперек лестницы и уходим. Бойцы блокируют мусором и мебелью площадку, устанавливая для надежности свечки SCP и еще одну магнитную ловушку. Группа бегом спускается на площадку второго этажа и остается там. После необычайно громкого звука щелчка грубая мелодия исчезает. На записи слышно лишь тяжелое дыхание сотрудников. Командир жестами приказывает спуститься вниз, а сам заглядывает в коридор второго этажа. Камера фиксирует пустое помещение. Группа спускается еще ниже. Внезапно на записи появляются крики о помощи номера 4, обернувшись. Оператор снимает стоящую чуть ниже площадки второго этажа черную сущность, тянущую бойца за запястье. Потеряв равновесие, номер 4 падает на пол. Фигура тащит его по лестнице наверх. Бойцы 2 и 3 открывают огонь из обычного и игольного оружия и затем пытаются оттащить номера 4 за ноги. После нескольких секунд сопротивления фигура бросает попытки утянуть жертву наверх и неожиданно начинает ее душить. Действия отряда не дают никакой реакции. Фигура продолжает душить номера 4, хотя у него более не наблюдаются признаков жизни. Командир. Все на выход, отступаем. Дальнейший видеоряд содержит хаотично сменяющиеся кадры бега группы по центральной аллее. Видимость стала удовлетворительной после выхода луны из-за облаков и группа выключила налобные фонари. На видеозаписи снова появляется еле слышная мелодия, исполняемая на пианино. Первый. Она здесь, слева, среди деревьев. Темная фигура очень быстро движется наперерез и закрывает путь к входным воротам. Командир. Рассыпались, выходим к точке сбора через лес. Группа разбивается на части и движется в разные стороны. Командир продолжает движение среди зарослей в одиночку. Звук мелодии пропал. Где-то неподалеку слышна короткая автоматная очередь и одиночный крик. Чуть позднее хлопок гранаты. Оператор медленно движется вперед. На записи слышен лишь хруст веток и шелест листвы. Луна кратковременно заходит за тучу и видимость снижается до минимума. Командир включает налобный фонарь. Изображение кратковременно ослепляется, затем становится различимо освещенные фонарем ветки деревьев. Темная фигура стоит прямо напротив командира. Из ниоткуда звучат три низкие грубые ноты. Фигура хватает оператора руками и видеозапись прерывается. Конец видеозаписи. Итоги операции. Командир МОК и Псилон-1 Светлячки пропал без вести и признан погибшим. Его радиометка была активна еще 10 минут после нападения и перестала функционировать на территории жилого блока. Тела бойцов номер 4 и номер 3, который подорвал себя гранатой в лесу, были эвакуированы в дневное время сотрудниками класса D. Оставшаяся часть группы успешно покинула территорию лагеря и вынесла с собой важные документы. До разработки методов активного противодействия аномалии проникновение на территории лагеря запрещено. Вырванные страницы из книги. Полет мысли над материей. Получает свои знания об окружающем его мире из непосредственного контакта с ним. Данное, разумеется, верно, как и обладание врожденной информацией, заключенной в геноме. Однако современная наука упускает из виду еще один важный канал для получения информации, активно используемой малышами и почти никогда взрослыми – связь с ноосферой. Последние исследования НИИ подтвердили, что главного мозга способен принимать информацию из ноосферы, всемирного хранилища накопленной человеческой мудрости. Здоровый взрослый человек, нестрадающий психическими и прочими болезнями, связанными с физическим повреждением головного мозга, практически невосприимчив к воздействию ноосферы, являясь в данном случае в основном донором информации и в значительно меньшей степени реципиентом. Человеческого мозга обеспечивает эффективное поглощение знаний лишь первые полтора-два года жизни, после чего переходит в малоактивное состояние, выполняя свою общеизвестную функцию. Ноосфера помогает маленькому человеку освоиться в новом для себя мире, оставляя его наедине с материальным только при начале формирования собственного «я» и обособлении себя от окружающей среды. Воспоминания о контактах с информационным полем и поглощенные знания утрачиваются как ненужные, так как к тому моменту ребенок дублирует большую часть полученной информации собственным опытом или принимаются за фрагменты забытых сновидений, либо осознаются как фантастические. Для взрослого человека специфика работы предполагает исключение логического аппарата из процесса обработки данных, полученных из ноосферы. Тем самым принятая извне информация не подвергается осмыслению, а в ряде случаев и запоминанию. Такой канал связи может использоваться организмом в экстренных случаях, например, для цели самосохранения при недостатке данных. В условиях угрозы имеются и другие примеры контактов с ноосферой, как правило, не носящих острой необходимости. Большую часть из них мы привыкли называть интуицией. Почему же природа скрывает от нас такой важный источник знаний? Существует несколько ответов на этот вопрос. Во-первых, для защиты сознания человека и его головного мозга от перенапряжения. Во-вторых, угасание функции происходит именно при формировании индивидуальности человека, осознании им себя и своего места в узком смысле в среде. Вероятно, продолжение получения информации через ноосферу, как и качественное увеличение связи с ней, а также усложнение получаемых знаний, может препятствовать формированию личности как таковой и способствовать объединению всех людей в единую инфосеть, что неминуемо приведет к возникновению коллективного разума. Общество такого типа получит множество преимуществ перед современным, однако роль головного мозга в целом и большинство мозговых процессов в частности будет нивелирована, что потребует примитивизации данного органа. По сути, это будет означать привычный инволюционный процесс. Упрощение, адекватно сложившиеся ситуации. Согласно распространенному в бюро номер 3 мнению, приняло на себя функции ноосферного приемника, примерно в эпоху, к тому моменту человеческий мозг уже достиг достаточно высокого уровня совершенства, определившего дальнейший вектор эволюционного развития, индивидуальное, а не коллективное сознание. С учетом данного факта, назначение органа остается неочевидным. Возможно, мы имеем дело с атовизмом, еще не до конца отброшенным эволюцией, либо с каким-то совершенно иным функционалом, до конца на менее осмысленным. Если удастся доказать факт задействования древними людьми и возможности контакта с ноосферой, то перед наукой встанет вопрос поиска среди старых легенд, мифов и ритуалов информации о данных практиках. Подробнее об этом в главе запретные знания малых народов и людей древности. Наука не отвергает возможности существования вида, использующего коллективный разум и способного обеспечить научно-технический и социальный прогресс. Следовательно, такая участь не является эволюционным тупиком. С позиции современного человека модель коллективного разума вызывает стойкое отторжение, основанное на ассоциациях с муравьиным или пчелиным обществом, где роль индивида мала, а сам он является легко заменимым предатком. К счастью, человечество избежало такой участи. Однако возможное расширение сознания людей должно быть поступательным и осторожным, чтобы сохранить баланс между индивидуальным и коллективным. Как утверждалось выше, формирование дополнительной функции возможно не было случайным и может принести ощутимые плоды в обозримом будущем. Предполагать, что эволюция сформировала данный орган для будущего использования в период, когда человечество будет к этому готово как морально, так и физически антинаучно. Впрочем, у НИИ нет других версий по данному вопросу. Существование дополнительной функции в нашу эпоху объясняется необходимостью пополнять информационные поле имеющимися знаниями, то есть осуществлять наполнение ноосферы для будущих поколений. Небольшая разблокировка данной способности призвана незаметно помогать человеку в нестандартных ситуациях. Чем интересна науке способность человек воспринимать ноосферу? Ответ прост. Если нам удастся хотя бы немного приоткрыть эту возможность, общество получит множество выгод, начиная от упрощения или даже ликвидации института образования до существенного ускорения научно-технического прогресса и формирования постчеловека. Очевидно, что именно детский мозг, в силу своей большей восприимчивости к информационному полю и меньшего периода закостенелости, должен стать ключом к научному прорыву. Первые результаты исследований по проектам совершенствования советских детей и возможности расширения разума внушают уверенность в наши планы сделать СССР пионерами в освоении ноосферы. Но существует и другая, малопонятная и неочевидная на сегодняшний день возможность, из-за которой, возможно, природа скрывает от нас наш ноосферный приемник. Первичные исследования установили, что контакт с ноосферой способен в минимальной степени оказывать направленное влияние на окружающую материю, вызывая в ней некоторые незначительные незаметные изменения. Полноценная реализация данной возможности для осознанной небольшой корректировки окружающей среды под различные нужды возможно при совершенно ином качественном уровне использования головного мозга, говорить о котором пока рано. Заглядывая в будущее, стоит отметить, что при росте возможностей человека перед обществом встанет вопрос о сдерживании и контроле коллективного сознания. Фрагмент журнал СССР. Перечень проводимых мероприятий по проекту СССР. День первый. Пробный запуск. Одна вторая. Один час пятнадцать минут. Устройство работает штатно. Второй, третий и четвертый день. Рабочий запуск. Четыре часа пятнадцать минут. День пятый. Серия тестов. Результатов нет. Рабочий запуск. Четыре часа пятнадцать минут. День шестой. Опыты с трансляцией мыслеформ между двумя детьми. Угаданных мастей карт. Двадцать процентов. Опыты с влиянием на материю. Угаданных исходов подброса монет. Пятьдесят три процента. Тесты, исключающие возможность правильных ответов с использованием логики и знаний. Без результатов. Рабочий запуск. Четыре часа пятнадцать минут. День седьмой. Угаданных мастей карт. Сорок пять процентов. Угаданных исходов подброса монет. Шестьдесят процентов. Выявлена корреляция. Рост количества правильных ответов с ростом количества одновременно опрашиваемых детей. Рабочий запуск. Четыре часа пятнадцать минут. Восьмой день. Жалобы на головную боль. Угаданных мастей карт. Сорок процентов. Угаданных исходов подброса монет. Сорок процентов. Тесты без результатов. Рабочий запуск. День девятый. Жалобы на сильную головную боль и бессонницу. Угаданных мастей карт. Пятьдесят пять процентов. Угаданных исходов подброса монет. Сорок процентов. Тесты без результатов. Рабочий запуск. День десятый. Потеря аппетита и тошнота. Тесты отменены. Рабочий запуск отменен. День 11. Рабочий запуск на 1 четверть. День 12. Физическое состояние удовлетворительное. Угаданных мастей карт 26%. Угаданных исходов подброса монет 54%. Тесты без результатов. Отставание от графика. Рабочий запуск на 3 четверти. День 13. Угаданных мастей карт 55%. Угаданных исходов подброса монет 60%. Первые результаты в тестах. Решение найдено в 20% случаев. Рабочий запуск на 3 четверти. День 14. Угаданных мастей карт 80%. Угаданных исходов подброса монет 68%. Решение найдено в 45% случаев. Обнаружена способность угадывать карты в 45% случаев без помощи постороннего. Это неожиданный результат. Требуется корректировка программы исследований. Рабочий запуск на 3 четверти на 6 часов 45 минут. День 15. Полностью угаданных карт 100%. Угаданных исходов подброса монет 86%. Решение найдено в 80% случаев. Рабочий запуск на полную мощность. День 16. Угаданных исходов подброса монет 100%. Угаданных результатов футбольных матчей и иных удаленных случайных событий 4%. Угаданных исходов подброса монет посторонним человеком в другом помещении 46%. Доказана невозможность предсказывать независимый от подопытного события. Вероятно, обнаружено подтверждение трансляции мыслеформ в ноосферу с последующим влиянием их на окружающую среду через ожидание того, как должна повести себя материя. Опыт из монеты. День 17. В 0 часов 14 минут во всем лагере вырубилось электричество. Из жилого блока разбегаются дети. Повсюду крики. Телефон молчит. Что происходит неясно. Пузанов уже побежал туда с Васильевой. 0 часов 17 минут. Прибежала Анечка из третьего отряда вся в слезах. Истерика. Единственное, что смог из нее выбить, это они хотели, чтобы было по-настоящему. Их старшеклассники научили. Не думали, что она придет. Мишка играл на пианино, что было пострашнее. Тетя-воспитательница сейчас пытается отнять у нее ее друзей. Что они натворили? Что мы натворили? 0 часов 25 минут. Все разбежались кто куда. Никого не видно. Слышал истошные крики Васильевой. 0 часов 36 минут. Все стихло. Придется идти самому.